Всем привет, меня зовут Пётр и в этом видео я расскажу вам про очередное обновление в расширении Craft Reports. Это расширение предназначено для SketchUp и создано для того, чтобы упростить вашу работу по проектированию корпусной мебели. В недавнем обновлении была добавлена такая важная функция, как создание сметы. В панели расширения появились новые кнопки. Появилось отдельное окно настроек расширения Craft Reports. В раскрое добавили подсветку кромки и возможность скрыть дублирующуюся таблицу. Еще в раскрое добавили контроль толщины панелей. В экспорт отчета добавили поддержку Cutting 2 и Cutting 3. Теперь обо всем по порядку. Смета. В Craft Reports была добавлена функция создания смет. Теперь вы благодаря Craft Reports можете спроектировать в SketchUp мебель и тут же узнать цену полученного изделия. Очень помогает в работе с клиентами. Покажу как это работает. У меня тут есть по-быстрому собранный письменный стол. Как создавать мебель в Craft Reports я уже рассказывал ранее в другом ролике. Ссылку на то видео вы можете найти в последних 20 секундах этого ролика. Также в том видео показано как установить и активировать это расширение в SketchUp. Процесс неочевидный, поэтому рекомендую вам посмотреть тот ролик, дабы не возникло вопросов. Возвращаюсь к моему письменному столу. Включаю конструкторский режим нажатием вот на эту кнопку. В этом режиме видно, что направление волокон на древесине у меня идет как надо и кромка на торцах присутствует где требуется. Опоры и царго стола у меня имеют толщину 16 миллиметров, а столешница 22 миллиметра. Кромка тут также используется двух типов. Зеленая потолще и красная потоньше. На столешницу идет солидная толстая кромка, а на опоры и царго идет кромка попроще. Фурнитура тут представлена всего двумя позициями. Это эксцентриковая стяжка, зеленые прямоугольники и опоры, оранжевые прямоугольники. Думаю у вас возник вопрос, какая же это эксцентриковая стяжка? Это обычный прямоугольник. Дело в том, что внешний вид фурнитуры в Craft Reports вообще ничего не значит. Главное наличие фурнитуры, потому как она считается в смете. Именно по этой причине я не стал правдоподобно воссоздавать внешний вид эксцентриковой стяжки, а ограничился простым прямоугольником. Как создавать фурнитуру для Craft Reports я также рассказывал ранее, в предыдущем видео по этому расширению. Ссылка на видео в последних 20 секундах данного ролика. В слоях-метках фурнитура и ЛДС по детали у меня разнесены по разным слоям меткам. Слои именованы корректно, как это прописано в справочной документации Craft Reports. А конкретно в имени присутствует вертикальный разделитель, одинарный для деталей и двойной для фурнитуры. Этот вертикальный разделитель нужен для корректной работы расширения Craft Reports. Так расширение определяет разные типы деталей и различает где у вас фурнитура, а где ЛДСП, МДФ детали. Ну и соответственно все, что не находится на этих слоях-метках, не попадет в смету. Перехожу наконец к смете. Чтобы запустить просчет сметы, в панели Craft Reports нажимаю на кнопку с калькулятором. Появится вот такое окно расчета сметы. Если вы слои метки назвали корректно, как это сделал я. В левой панели у вас появятся разделы, отвечающие за детали и фурнитуру. В моем случае это раздел ЛДСП 16 мм, раздел ЛДСП 22 мм и фурнитура. Название разделов, как вы поняли, берется из названия скетчап-слоев меток. Слои вы можете назвать как угодно. Главное, чтобы в них присутствовал вертикальный разделитель. Перехожу в раздел ЛДСП 16 мм. Тут нужно указать, какой именно листовой материал вы собираетесь использовать. У вас откроется вот такое окно. По умолчанию в базе данных у вас не будет никаких листовых материалов. Вам нужно будет создать их самостоятельно. Новые материалы создаются по нажатию вот на эту кнопку. Добавить материал. У меня тут уже есть созданный ранее материал ЛДСП Альха стоимостью в 3000 рублей за лист. Все цены в этом видео взяты с потолка и не имеют к действительности никакого отношения. Также тут вы можете указать, какую кромку вы используете и сколько она стоит за метр. Новая кромка создается по тому же принципу, что и листовой материал. Кромка – это тоже позиция в базе данных Крафт Репортс. Воспользуюсь той кромкой, что я создал ранее. Ниже идет такой раздел как «Услуги». Тут вы можете указать стоимость вашего реза за погонный метр. Стоимость облицовки кромкой за все тот же погонный метр. Стоимость упаковки, которая логично высчитывается из площади деталей. Ну и по желанию вы можете добавить что-то еще. Скажем, стоимость сборки или доставку. Дополнительные услуги могут считаться на основе общей площади деталей, либо погонажа кромки, либо длины реза, либо количество листов мебельного материала. Как видите, тут заложен фундамент для всевозможных вариаций. Добавлю сюда такую услугу, как сборку. Стоимость сборки я буду считать из учета площади деталей. Внизу справа вы можете видеть предварительный итог без наценки по этому конкретному типу деталей. Таким же образом заполняю и раздел 22 мм. ЛДСП плиты. Обратите внимание, что у материалов, кромки и прочих расходных позиций есть строка артикул. Тут для удобства вы можете ввести в артикул тот же номер, что используется в вашей базе 1С или где-то еще. Созданные ранее материалы при необходимости можно отредактировать. Делается это по нажатию вот на эту кнопку с карандашом. Указываю кромку. Поскольку на 22 плите у меня используется только один тип кромки B, указываю только кромку типа B. И по аналогии забиваю цену услуг. Напоминаю еще раз. Цены я беру с потолка. Это не настоящие цены. Далее раздел фурнитуры. У меня тут всего две позиции. Эксцентрик в количестве 8 штук и опора в количестве 4 штук. Крафт Репортс уже посчитал необходимое количество фурнитуры. Реализовано это через стандартный функционал скетчап. Поскольку фурнитура это компоненты, расширение без проблем может определить количество однотипных компонентов. Если вы будете использовать группы вместо компонентов, фурнитура у вас считаться не будет. Для создания фурнитуры следует использовать только компоненты. Имейте это в виду. Добавляю в базу новую фурнитуру. При создании новой позиции вы можете задать категорию. Пригодится это в том случае, если у вас богатый ассортимент материалов, кромки и фурнитуры. Разбивка на категории позволит вам быстро находить интересующие позиции. У меня же тут позиций мало, поэтому и категориями я пока не пользуюсь. Цена у фурнитуры указывается за штуку или комплект. Если речь идет о парных направляющих или любой другой подобной фурнитуре. По тому же принципу заполняю позицию эксцентрика. Итого, мой комплект фурнитуры оценился в 220 рублей. В услуги проекта вы можете добавить какие-то штучные позиции, которые не рассчитываются из размеров мебели. Например, консультация специалиста или работа дизайнера. Ну и самый главный раздел тут – это стоимость проекта. Здесь подводится итоговая сумма всего проекта. В наценке вы можете указать желаемую прибыль, которая рассчитывается в процентном соотношении из себестоимости изделия. В расходы вы, например, по желанию можете добавить налог, который необходимо заплатить государству, либо стоимость работ аутсорсеров, либо вообще оставить это поле пустым. Ну и внизу вы можете увидеть итоговую стоимость проекта. Обратите внимание, как быстро были произведены эти расчеты. Мне было достаточно только ввести цены, наценку и расходы. А расширение крафт-репортс на основе площади и погонных метров посчитало за меня всё остальное. Такой автоматизированный расчёт сметы очень облегчит жизнь мебельщикам. Не нужно забивать голову лишней информации и делать однотипные действия. За тебя почти всю работу готов сделать компьютер. При необходимости этот бухгалтерский документ можно будет распечатать на бумаге. Пока что эта функция находится в разработке. Но думаю, к тому моменту, когда вы посмотрите это видео, такая функция в расширении уже появится. Для тех, кто не в курсе, скажу. Это расширение обновляется самостоятельно. Каждый раз при запуске SketchUp расширение проверяет наличие новых версий на сервере. И при положительном результате скачивает обновление автоматически. Вам даже кнопку «Обновить» нажимать не нужно. Вернусь к смете. Ниже находится таблица стоимости услуг из вот этого раздела «Услуги проекта». Поскольку я туда никаких услуг не добавил, в таблице все поля у меня пусты. Если бы я добавил какие-то услуги, внизу справа у меня бы показалась итоговая сумма двух этих таблиц. В разделе «Коммерческое предложение» происходит формирование документа перед печатью. Тут можно выбрать, какие пункты попадут в документ, а какие пункты нет. Клиенту незачем видеть всю схему расчета. В разделе «Прайсы» вы можете редактировать вашу базу данных. Это все листовые материалы, кромка, фурнитура и услуги, что вы создали ранее. Ну и в разделе «Настройки» вы можете включить персональную наценку для каждого материала или услуги отдельно. Как видите, все настраивается довольно-таки гибко. Из этого конструктора можно легко и просто создать виртуальную рабочую среду для вашего мебельного производства. Следующее нововведение. Появились три новые кнопки в панели инструментов Craft Reports. Если раньше панель Craft Reports выглядела вот так, то теперь она выглядит вот так. Были добавлены три кнопки. Кнопка с калькулятором отвечает за расчет сметы, который я вам только что показал. Вот эта кнопка поворота отвечает за поворот текстуры древесины на 90 градусов. Как это работает, можно увидеть, переключившись в конструкторский режим. Поворот текстуры влияет на положение детали на листе при раскрое. Те, кто занимается мебельным раскроем, хорошо это знают. Ну и третья кнопка с шестеренкой открывает окно настроек Craft Reports. Окна настроек в расширении раньше не было. Выглядит это новое окно настроек вот так. В это поле нужно ввести ваш лицензионный ключ. Без этого расширение не будет работать. Никому не сообщайте ваш лицензионный ключ. Ниже находится зеленая кнопка «Открыть». Эта кнопка открывает папку, в которой хранится ваша база листовых материалов, кромки, фурнитуры, услуг и настроек расширения. В моем случае это три файла. Вы можете скопировать файлы отсюда для того, чтобы создать резервную копию вашей базы. Либо для того, чтобы перенести вашу уже созданную базу на другой компьютер. Удобно. Ну и в левом разделе «Панель инструментов» вы можете добавить свою индивидуальную кнопку со вставкой своего уникального компонента. Допустим, каждый раз создавая новый SketchUp проект, вы вынуждены загружать один и тот же уникальный SketchUp компонент, заточенный под ваше мебельное производство. А с этой функцией Craft Reports вы можете привязать ваш уникальный компонент к одной кнопке. Для этого нужно включить этот переключатель и нажать на кнопку «Добавить элемент». В наименовании указывается имя. В описании, как нетрудно догадаться, вводится текстовое описание вашего уникального компонента. В разделе «Иконки» вы можете выбрать иконку для вашей будущей кнопки. Ну и собственно в разделе «Файл» вам нужно будет указать skp-файл вашего уникального компонента. Следующие два нововведения касаются раскроя. Покажу их. Выделяю все мои детали и нажимаю на кнопку «Раскроя» – Cut. Тут внизу появились два новых переключателя. «Скрыть список деталей» и «Подсветка кромки». Раньше их тут не было. Давайте покажу, каким будет раскрой, если эти два переключателя не включать. Выбираю префикс слоя «Детали толщиной 16 мм» и нажимаю кнопку «Создать раскрой». Прошу обратить внимание, что на схеме раскрое непонятно, по каким сторонам пойдет кромка. И внизу под схемой раскрое есть таблица. Точно такая же таблица со списком деталей, что есть выше, над раскроем. По сути, это дублирование одной и той же информации. Закрываю созданный раскрой. Включаю два этих новых переключателя. Подсветка кромки и скрытие списка деталей. Снова создаю раскрой. Теперь на схеме раскроя видно, по каким сторонам у меня идет кромка и какого она типа. В моем случае тут используется только кромка типа «А», а она обозначается красным цветом. Ну и внизу, под схемой раскроя, как видите, больше нет повторяющейся таблицы со списком деталей. Второе нововведение в раскрое – это автоматический контроль толщины материала. Приведу пример. Создам при помощи Craft Reports две детали. Одной задам толщину 16 мм, а второй задам толщину 22 мм. Далее создам один единственный слой, метку. LDSP 16 мм, вертикальный разделитель, детали. И сделаю страшное. Размещу эти две детали разной толщины на одном слое метки. Выделяю эти две детали и попробую создать их раскрой на листе. Мне выдало вот такое предупреждение. Мол, уважаемый, у вас со зрением проблемы? Вы детали разной толщины поместили на один слой, как вы раскрой на листе делать собирались. Полезная функция. Помогает обезопаситься от человеческой невнимательности. Ну и последнее нововведение – это добавление в отчеты поддержки экспортов программы Cutting 2 и Cutting 3. Те, кто занимается изготовлением корпусной мебели, наверняка слышали и даже работали в программе для мебельного раскроя Cutting. Вот такие вот новшества появились в расширении Craft Reports. В завершении озвучу пару мыслей, реализация которых, на мой взгляд, улучшила бы расширение Craft Reports. Первое. В настройках материалов не хватает учета оставшихся листов LDSP-MDF на складе. Расширение создает раскрой из учета того, что запас материала на складе бесконечен, а это, как вы понимаете, не так. Особенно это актуально, если речь идет о маленьком мебельном производстве, где запасы листового материала не велики и где рационально используются оставшиеся куски LDSP-MDF. Так, например, если у меня от прошлой работы осталось пол листа LDSP цвета орех, мне его что теперь выкидывать? Конечно же нет. Хочется, чтобы можно было забить в базу, что, мол, есть у меня пол листа цвета орех в количестве одна штука. Так уже можно было бы сформировать комбинированный раскрой из обрезков и целых листов. Вторая мысль касается базы данных. Как вы видели в ролике, база данных материалов, фурнитуры и услуг хранится в виде нескольких файлов на компьютере пользователя. С одной стороны, это, конечно, удобно. Можно вручную сделать резервную копию. Но с другой стороны, это небезопасно. Жесткий диск или SSD-накопитель просто может выйти из строя. А информация, хранящаяся в базе данных Craft Reports, может стоить очень дорого. На мой взгляд, было бы правильно разместить эту базу данных на удаленном сервере. Скажем, в виде записи в SQL-базе. А привязку базы данных конкретного пользователя сделать к лицензионному ключу Craft Reports. В таком варианте база данных будет храниться не на компьютере пользователя, а на относительно безопасном удаленном сервере. Что позволит конечному пользователю не переживать по поводу резервного копирования и легко менять компьютеры. На этом у меня всё. Вот такие вот нововведения были добавлены в расширение Craft Reports. Если интересно, то вы можете посмотреть предыдущие два моих ролика по Craft Reports, что уже вышли на канале. Например, видео о том, что нового появилось в версии 3.0. Там я как раз рассказывал про создание фурнитуры и активацию лицензионного ключа. Либо вы можете посмотреть мой самый первый ролик по Craft Reports. Он у вас справа на экране. Желаю успехов в вашей творческой работе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...